Продолжение следует... ...разговор о том, как Америка видит, что может быть с Украиной, или как Америка видит, как должны развиваться события в Украине. Это был такой долгий, хороший, серьезный разговор, и он был очень популярен, его обсуждали. И сегодня, наверное, мы продолжим наш с вами разговор, потому что появилась достаточно большая программная статья Джейка Салливана в Форн ФС, где он наконец-то проясняет, какой же новый мир будет строить администрация президента Байдена. Это очень интересная тема, и вот, если позволите, вы давали очень интересный анализ этого места. Давайте с этого и начнем наш с вами разговор. Да, действительно, вот эта статья Джейка Салливана, как он там у них называется, помощник госсекретаря по национальной... ...или помощник президента... Президента, да. ...по национальной безопасности, в общем. Опять же, с нашей точки зрения, это не очень какая-то важная должность, но помощник президента у нас, этих помощников президента и помощников секретаря этого, руководителя офиса президента полно. Ну, на самом деле, в конструкции системы власти, управления США, Салливан, по сути дела, выступает человеком, ответственным за вопросы мировой безопасности, вернее, за мировой контекст безопасности Соединенных Штатов Америки. И это человек, за которым... Чье слово последнее при определении, какую политику США будут реализовывать там или иначе на международной арене. Статья Foreign Affairs, опять. Вот прекрасная иллюстрация. Мы помним, обсуждали выступление Блинкина в СИАЭС, аналитический центр старейший, да. Здесь Foreign Affairs, издание, более чем столетнюю историю, которая создавалась с американскими элитами как раз в те незапамятные времена, когда американские элиты только-только выходили на мировую арену, да, и только заявляли свои права на некий мировой, новый мировой порядок. Советом международным отношениям, созданный в 1917 году, тогда как раз Эдвардом Хаусом, финансирование JP Morgan Bank под обеспечение нужд президента США Вильсона, который выходил играть на мировую плацдарм. И с тех пор вот это издание издается, и Совет по международным отношениям является одним из ведущих, да, одним из бриллиантов в короне мирового величия США, мировой аналитической мысли и системы обеспечения принятия решений США, да, вот, и на страницах этого издания человек ответственный за мировую политику США поступает с программным текстом Джейкса Алион. Ну, сама по себе история, да, то есть это, как бы, относительно молодой возраст, не должен никого вводить в заблуждение, матерый, прожженный, прокопченный, да, в коридорах власти США, не больше и не меньше человек, который был личным помощником Хиллари Клинтон, в бытность ее государственным секретарем, то есть человеком ответственным, опять же, за международную политику США, да, то есть человек, который закончил два элитных учебных заведения, Ель и Оксфорд или Гарвард, ну, то есть элита из элит, причем он там в студенческие годы был чуть ли не чемпионом мира по дебатам, там чемпионат мира или второе место, по-моему, по дебатам занял, да, то есть способность его доносить свою мысль, обосновывать и аргументировать, она еще проявлялась еще в те времена, когда он учился. И понятно, что статья на 80-90% повторяют ровно те же тезисы Блинкина с ЕАЭС о том, что эпоха после Холодной войны завершена, это не временные сложности, а так конец эпохи, и администрация Байдена героически берется за построение абсолютно новой эпохи. Следует учитывать, что Америка зашла уже в избирательную кампанию и выступление Байдена на Генассамблее ООН, оно ровно в тех же рамках было построено, США и в этом смысле, как бы демократическое вот это establishment, элита демократической партии США, заявляя о конце эпохи необходимости построения нового мирового порядка, она во многом, если не исключительно, то в большой степени обращается к внутреннему американскому избирательству, по сути это и есть их ключевое предложение американцам, если вы выберете нас, то мы вот такой мировой порядок выстроим на вне, и вот такие для его построения мирового порядка, вот такие изменения произойдут у нас внутри, голосуют за демократа, а голосуют за Байдена, да, то есть вот конструкция очень слаженно работает и командно, и в этом смысле есть чему поучиться, да, политической игре, но в тексте статьи Джейка Салливана появилось нечто новое, чего не было на самом деле в текстах Блинкина, в выступлении Байдена, потому что там шла речь, констатировалась смерть предыдущей эпохи, тот же Лихой Финт, давайте мы не разбираться с причинами, почему, в общем-то, собственно говоря, закончилась эпоха после Холодной войны, такая же залихватская констатация, что вот в новую схватку за построение нового мира Америка заходит как самый сильный игрок на мировой доске, и вот опираясь на эту силу, Америка будет не собою выстраивать весь и удерживать мировой порядок, а будет создавать альянсы, и особые альянсы альянсов, в тех или иных регионах мира под решение тех или иных глобальных проблем, да, вот некий метод был предъявлен, но только Салливан сейчас впервые дал некий эскизный набросок того нового мирового порядка, о котором говорят демократы, что же они на самом деле предлагают построить вместо той эпохи, после Холодной войны, оказывается, в которой мы прожили чуть больше 30 лет, да, 32 года, с момента это падение Советского Союза, который был повержен в результате первой Холодной мировой войны, да, ну да, можно сказать, 32 года, да, прошло уже этой эпохи, и она вот закончилась, Салливан прямо и четко заявил, мы предлагаем построить двуполярный мир, двуполярный мир, где США с Китаем будут названы стратегическими конкурентами, и они будут очень жестко, бескомпромиссно конкурировать во всем мире, друг с другом, но при этом Салливан достаточно как-то так топорно, да, ну вот прямо в лоб, ну осталось добавить честное пионерское, да, заявляет, что ничего плохого США против Китая на самом деле не замышляют, дорогой китайский товарищ, не подумайте плохого, мы, конечно же, не хотим, чтобы наша с вами конкуренция завершилась так, как завершилась первая Холодная война распадом Советского Союза, никакого распада Китая мы не предусматриваем, не хотим и не планируем, а мы вот просто будем, вот потому что, почему не планируем? Ну вот Советским Союзом это были две никак практически не связанные друг с другом системы, и было, в общем-то, нам безопасно и легко повергнуть, значит, Советский Союз в этой борьбе без особого ущерба для Запада, да, а вот Китай и Америка очень сильно связаны между собой экономически и куча разных интересов, поэтому, конечно же, США ни в коей мере не хочет повергать Китай, ни в дай бог, никакому развалу и так далее, да, то есть вот, вот такое замечательное, как бы, предложение на фоне анонсированной уже встречи товарища Си и Джо Байдена в Сан-Франциско, да, ближайший месяц, по-моему, да, вот, вот, была заброшена, вот, через столь серьезное издание, да, столь серьезный человек, занимающий столь серьезный пост, лично подписался, да, не каким-нибудь, там, хаасом подписали, да, там, председателем Совета международных отношений, не чьими-то, а вот прямо официальное лицо государства США делает такой текст и такое предложение. Скорее всего, стоит это трактовать как попытку зондирования реакции, да, то есть мы вот бросим этот камушек и посмотрим, каким образом начнут расходиться волны по воде и будет ли инициатива со стороны китайских товарищей, например, внести вопрос о вот этом двухполярном новом мировом порядке в повестку встречи Байдена и Си, да, вот, 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 например. Насколько это интересно, а клюет ли китайские товарищи на такого рода замечательное предложение? Вот так скорее стоит рассматривать это, чем, естественно, ну, как реальную стратегию США, которую они собрались реализовывать. Для того, чтобы понять, что собрались делать США, здесь на самом деле оно как бы и понятно, и непонятно, потому что они собрались делать ровно то же, что они делали после Второй мировой войны или после Великой войны, да, то есть опять мы же, мы вроде как бы все знаем и помним, какой же был это до начала эпохи после Холодной войны, да, вот, Холодная война, она же длилась после Великой войны из двух частей состоящей, в результате которой мировой порядок был основательно перекроен, были созданы новые мировые органы безопасности, новая мировая финансовая система, все было создано новое для того, чтобы никогда больше в мире не было войн. И этот мировой порядок был построен, ну, сначала он начинался как мир на четверых поделить, да, концепция Рузвельта четырех полицейских, в 41-м году она вот была предложена на обсуждение, четырех полицейских, где мир делился на зону ответственности, США, ну, две Америки была зона ответственности, Великобритания это Ближний Восток, Западная Европа, Африка, Индия, Китай, который Юго-Восточно-Тихоокеанский регион, Корея, Япония, Филиппины, Индонезия, вот это Китай отводилась, а Советскому Союзу четвертая часть отводилась, Восточная Европа, Персия и Афганистан. Вот с этих стартовых позиций греки начинали торговаться и доторговались до того, что в общем и целом мир был поделен на пятерых. Была введена Франция в число стран-победительниц и Советскому Союзу не отдали Персию. Не отдали Персию. Но самое замечательное, что произошло, ведь когда они делили и строили всю систему мировой безопасности и конфигурацию ООН Совета Безопасности, где постоянными членами Совета Безопасности являлись пять стран, США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз, то Китай это был ровно не тот Китай, который сейчас, а Китай это был военный союзник Запада, Юго-Восточной Азии, Гаминдановский режим, который сброшен в общем-то, был в последствии в море, и сейчас мы его знаем как Республика Китай, Тайвань. Вот эта Республика Китай была учредителем ООН и имела место в Совете Безопасности ООН. А тот Китай, который господин Киссинджер потом решил использовать как боевой отряд Запада, США в борьбе против, в холодной войне против Советского Союза, тот Китай не был даже признанным ООН государством. И до начала 70-х годов, вот эта вот конфигурация, как бы где пять стран, да, давайте обратим внимание, эти пять стран формально, как бы, должны были солидарно нести ответственность за мировой порядок. Но реально США начала строить двуполярный мир. Увеличивая зону своих интересов, обратите внимание, ни в коем мере не за счет Советского Союза, а за счет кого? За счет, казалось бы, своих западных партнеров. В первую очередь за счет колониального наследства Британии. Строя демократии на месте колоний, США начала расширять зону свою за счет в Франции колоний. Вьетнамская война, это же были колонии Франции. Это же оттуда сначала южнокитайское правительство при поддержке США изгнало французов. Там же была война. Национально освободить на восстании вьетнамского народа, который потом господин Киссинджер просто сдал, да, предал, отдав северокитайским, советским, товарищем. Ну, то есть, формально мировой порядок был раскроен на пятерых, а реально США построили путем заискивания, сговора, задабливания советских элит выстроили такие двусторонние, двуполярный мировой порядок, да. Что предложили сейчас демократы? Ровно то же самое. Формально ООН США оставляют, хотя там в речи Блинкина и Байдена говорилось о том, что мы должны вернуть силу институтов, вернуть былой престиж ООН, наверное, впустить какие-то страны большого юга и расширить совет безопасности. ООН, наверное, да, нужно это сделать. Но в общем и целом мы опять видим под соусом, давайте мы как-то ООН там будем много чего-нибудь делать там, но реальную зону ответственности поделим на два полюса. очень симптоматично. Дальше можно там разыгрывать, а где же Российская Федерация в этой конфигурации? Ну, о ней как бы товарищ господин Салливан не упомянул. В общем-то, как никого не интересовала судьба китайского коммунистического маоистского режима, который, в общем-то, там голые боссы от голода миллионы, в котором погибали. Да, в общем, это была законсервированная территория, серая зона в противостоянии двух полюсов мирового управления. До того момента, пока элиты США и Киссинс уже не придумали, как это вообще можно применить. И способ, да, как это гарантированно применить. Поэтому вот, вот что задумали и что на самом деле предлагают элиты, элитарии, ну, часть элит США. Что собрались делать, что предлагают и каким образом они видят новый мировой порядок. Из этого проистекает два плюса. во-первых, плюс, что никакой там многополярности и мира на троих, как мечтал кремлевский диктатор, не просматривается, да. Но, во-вторых, мы понимаем, что это мир, который холодная война, давайте вспоминать. Ведь это же означает, что мы заходим в эпоху второй холодной войны, на протяжении периода, на протяжении которого войны постоянно происходили на периферии, когда два полюса старательно избегали всеми силами прямого лобового столкновения, Карибский кризис был, а в общем-то после этого уже и никому и не хотелось доводить ситуацию. Зачем? Каждая из сторон старалась нагадить другой стороне, на периферии, да, влез, влезли американцы на Корею, на Корейский полуостров, да, там Китай и Сталин начали гадить, отправляя туда миллионы добровольцев, технику, оружие, создавая как можно больше проблем. Вошли американские войска во Вьетнам отлично тут же Советский Союз начал этим пользоваться, создавая проблемы. Зашел Советский Союз в Афганистан, конечно же, Америка и Запад не применули воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы насолить советскому режим. То есть пошла игра элит, ведь давайте так, мировой порядок это же не дело широких народных масс, это не предмет заботы 8 миллиардов живущих на земле. Мировой порядок это дело элит, элитных групп, ровно так же, как и мировые войны. Это дело, да, мировые войны происходят в том случае, когда элитные группы не договорились, либо считают, что им дешевле победить в быстрой победоносной войне чужими руками своего соперника, принудив его сторговаться по более подходящей цене, договориться на более выгодных условиях. Ну, как, например, поджимали Советский Союз с Востока, выращивая Китай, который, формально оставаясь коммунистическим, занимал жестко враждебную позицию по отношению к Советскому Союзу, тоже коммунистическому. и это растаскивало ресурсы Советского Союза, создавало внутреннюю напряженность советских элит, что в конце концов, а вдруг Китай действительно нападет, а вдруг ему такие дадут ракеты и боеголовки, чтобы они шандарахнули по советским центрам и городам. И в этом смысле вот это вторая холодная война, которую предлагают запустить американские элиты, ну так как-то по-детски обещая, что ничего плохого они не желают своему стратегическому конкуренту, как они воргом не называют, заметьте, Китай не враг, а стратегический конкурент. Это мягко говоря, не очень серьезно, потому что это невозможно дважды зайти в одну и ту же реку. Мир уже настолько изменился, что невозможно взять и повторить то, что замышлялось и реализовывалось теми элитами, которые две мировые войны прошли, теми элитами, которые Америку вывели из задворок мировой политики, ну в общем-то с хутора североамериканского, вывели в лидеры мировой политики, сумели навязать международные структуры, чтобы до сего было не видано, даже Лигу нации, да, это же все изобретение и требование президента мира Вильсона, которое он огласил перед вхождением США в Первую мировую, европейский театр боевых действий Первую мировую войну и потом заставил принять, признать и создать странные победительницы и Францию, и Великобританию, да, то есть и те элиты как бы хорошо понимали цену ошибки, хорошо понимали ставки и хорошо умели играть, да, с предельными ставками. сегодняшние американские элиты немножко из другого теста наверное сделаны, да, вот если так мягко сказать. Традиция строить демократию и брать под контроль правящие элиты в демократических странах, ну, как это, поджимать через СМИ, помогать политическим конкурентам, делая их покупку, задачу покупки элит более дешевым, дешевым делом, да, это все как бы совсем не жесткая игра, которую играли предыдущие элитарные группировки. И в этом смысле попытка купить китайские элиты, предложением поделить мир на двоих, ну, мягко говоря, не очень серьезно выглядит. Мягко говоря, не очень серьезно. Людмила, спрашивайте. Много вопросов накопилось, да? Вас что-то беспокоит, как я понимаю, вот в том, что предложил Джек Салливан, да? Что? Два аспекта, которые беспокоят. Во-первых, мы видим продолжение линии на замерение Украино-Российской войны. И мы продолжаем слышать. С одной стороны, да, Россия там названа острой угрозой американскому мировому порядку и так далее, и так далее, и так далее. Но тот же Илон Маск, да, вот, американские элиты продолжают стоять на позициях вот этой парадигмы и концепции Киссинджера и тех элитных групп, которые считают, что США ни в коем случае не должны терять лояльность российских элит для того, чтобы использовать ресурсы Российской Федерации против Китая. И в этом смысле, если посмотреть, что делали американские элиты все это время, в эпоху после Холодной войны, как они ее сами назвали, то они не делали ничего другого, кроме как пытались заигрывать и покупать в прямом смысле слова, покупать лояльность кремлевских элит, заигрывать и покупать лояльность. И в этом смысле лояльность Путина американским элитам покупалась закрытием глаз на дичайшее преступление в Чечне, когда Грозный был стерт авиацией, артиллерии, просто вместе с жителями, женщинами и детьми на глазах всего мира. И рассказ о том, что это внутреннее дело Российской Федерации, но это мягко говоря, если мы уже говорим о том, что Америка имеет право отстаивать непреложенные ценности в статуте ООН, права человека везде, там, где считают нужными, может, то почему же она не бросилась отстаивать права человека в Розном? Потому что нужно было купить лояльность Путин. Точно так же покупалась лояльность Путина, когда Путин пошел сносить режим Михаила Саакашвили в Грузии. Когда просто вторглись на глазах опять же всего мира, а через 9 месяцев после вторжения нарушения всего и всей системы международной безопасности, статута ООН, доторканности кордоней. Через 9 месяцев президент США уже радостно изображал дружбу, мир, жвачку в Москве с президентом России Медведевым, а перед этим Хилари Клинтон нажала кнопочку Резет с Лавровым жене, перезагружая, демонстрируя, что, так сказать, все простили. Простили Путину, покупая лояльность. Давайте вспомним нашу свежую историю. А не покупалась ли лояльность Путина, когда ему отдали Крым в 14-м году? Ведь ему уже просто отдали Крым американские элиты, вот эти все знакомые нам, Обама, Хилари Клинтон, Виктория Нулан, Байден, господин наш Джо, все те же люди, которые сказали, ни один танк не должен выйти, которые умилялись вежливым зеленым человечком в Крыму, изображая себя клинических идиотов в медицинском смысле. потом ну давайте как бы там я не хочу сейчас в детали, то есть они сказали да, окей, абхазский сценарий и быстренько выбежали из переговорного процесса. Мы же помним весна 2014 года Женевский формат, где Америка была среди участников мирных переговоров, а уже Минский формат никакой Америки в мирном процессе нет, Америка уже как бы вышла из процесса и в нормандский формат, который был предложен как бы Путиным европейским партнером Германии и Франции, да, в общем-то туда Америка не вошла. А Порошенко зайдя на посаду, сразу же позвал Хайдита Левини, который реализовывал абхазский сценарий в Грузии, да, и начал двигать ситуацию в сторону Минска со своим партнером Медведчуков. Это все происходило по согласованию наших американских партнеров Байдена, Обамы, вот все эти группы, которые демократы призваны начинать. Они отдали Крым, дабы купить лояльность Путину. Они пообещали Путину, как только пришел Байден к власти, они же пообещали Путину реализацию Минских соглашений. Не успел, пришел Трамп, их оттуда как бы чуть-чуть снесло от власти, но попытка летом 15-го года опять же и Байден и Виктория Нулан пытались протянуть через Верховную Раду Украины что смины до Конституции. Они пытались прожать Украину на реализацию Минского сценария, который совершенно точно давал ликвидацию украинской государственности, но в форме гражданской войны. Без прямого военного и открытого участия российских вооруженных сил Путина, что позволяло продолжать изображать из себя клинических идиотов, делать вид, что они не понимают, что Путин вообще-то это его рук дело. И в этом смысле вот эти принципы они продолжают декларироваться и реализовываться на сегодняшний день. С одной стороны мы говорим, что мы вернем былой авторитет ООН, реформируем и новый мировой порядок, значит, будут альянсы и над ними международные организации, которые будут свято бдить международное право, права человека и так далее. А с другой стороны мы опять начинаем торговаться партнером, предлагая ему поделить как-то на зоны и не факт, что Китаю, например, не захочется попросить американских партнеров, чтобы отдали этому Путину уже эту Украину, раз он заболел этой идеей исторической России, ну давайте уже ее закроем. Скажете, невозможно, а можно было отдать кровавому режиму Сталина половину Европы? Свободолюбивых народов, свободолюбивая Европа. Можно было? Невозможно же, но это же сделали. А можно было... Ну, тут была разница все-таки. Сталин и его союзники чувствовали, что он был победителем. Это вот очень важный момент. Может быть, это имеет значение. Ну, можно по-разному то оценивать, что как бы было бы, если не было Лиза, но он был победителем. Его роль, роль Советского Союза в разгроме Германии была колоссальна, фашистская Германия была колоссальна. Безусловно. Но ведь народы, которые были отданы, у них же никто согласия не спросил, правда? Я почему говорю, что дело элит, это как раз установление мирового порядка, и вот там сработало то же самое. То есть, никто же не сказал, что мы здесь вот сели и поделили. Нет. Это просто выборы, и там избрали коммунистов. А коммунисты, значит, сказали, что будем строить социализм в этих странах. кто там возмущался, заехали танками в Будапешт в 56-м году, а Америка просто отвернулась. А в 48-м году тоже просто Америка отвернулась, когда Сталин взял и совершил блокаду западного Берлина. То есть, вот эти вещи, когда покупается лояльность, лояльность кремлевских элит, они вот беспокоят, потому что это означает, что американские элиты пытаются опять построить вот тот мировой порядок, вот тот мировой порядок, который, в общем-то, уже построить невозможно. И события сейчас на Ближнем Востоке лишний раз об этом говорят. Мы видим, что атака Хамас оказалась полной неожиданностью для американских эстеблишмента, да, полной неожиданностью. Благо, дело, быстро включились и поняли всю серьезность ситуации, смогли остановить цехал, вот этого вот, на эмоциях прямого лобового вторжения в эти вот хрущобы сектора газа, да, заселенного, там, оказывается, самая густо заселенная часть в мире, на секундочку, куда, куда должна была, ну, так была спровоцирована атака Хамас, что вот именно в самой густо заселенной мирными, по форме, внешней, это женщины, дети, молодежь, старики, да, вот этими людьми заселенной, должна была стать объектом атаки трехсоттысячной с танками, самолетами, ракетами израильской армии, ну, вот эту картинку даже нужно было по замыслу организаторов атаки нужно было получить, слава богу, американцы смогли остановить, тормознуть от этих горячечных, как бы, рефлекторных, да, действий израильские правящие группы, да, и сейчас ситуация переведена в некий уже более-менее плановый, рациональный, стабильный, неторопливый процесс, который сложно будет уже обернуть против Запада, да, но это мы немножко ушли. Нет, нет, можно я вернусь? Еще вопросы у меня есть. Да, Вот вы очень хорошо сказали, что это попытка создать новый мир, разделить его на двоих, но тут есть одна проблема для мира, наверное, Дело в том, что внешняя политика ведь никогда не была предметом расхождения республиканцев и демократов в Америке, и в последнее время мы видим, что это происходит. И в этом смысле все, о чем сказал господин Салливан, выглядит просто как предложение администрации Байдена. И отнюдь, наверное, не администрации какого-либо президента от республиканской партии. Ну, я сейчас не буду, ну, вот на сегодня это Трамп, кто будет потом, непонятно. И в этом смысле это предложение, оно прозвучавшее сейчас, оно само по себе интересно, потому что и в Китае, и во всем мире понимают, что это предложение администрации Байдена. и в любом случае становится понятно, что даже если Байден что-то решит и если по какой-то причине Байден проиграет, то непонятно, насколько вот эти договоренности, которые будут даже, если они будут достигнуты, они будут реализовываться, потому что ничего не мешает любому другому президенту, предположим, тому же Трампу, просто выйти из этого соглашения. И вот это очень интересно, почему именно сейчас озвучивается такое предложение с вашей точки зрения и какова его цель, потому что мне кажется, что с точки зрения выбранного времени это самое такое, как мне представляется, но, конечно, могу ошибаться, уязвимый момент для таких предложений. Ну, смотрите, здесь же опять долгожданная встреча, которую добивался Байден долга от СИИ, да, она уже как бы подтверждена и анонсирована. И в ситуации, когда следующая возможность поговорить об этом, понятно, что с такого рода щепетильные вопросы должны обсуждаться первыми лицами за закрытыми дверями. и когда еще представится возможность обсудить первым лицам США и Китая саму идею построения некого двуполярного мирового порядка, вообще неизвестно. тут выбор-то невелик, когда нужно выбрасывать саму идею, потому что пока еще есть время эту идею услышать и китайским товарищам, да, как-то отреагировать на такого рода предложения, внеся, например, этот вопрос повестку-переговоров, не публичную часть, естественно, никто не запишет в протоколы вот вторым пунктом раздел мира, ну, безумие, там будут усиления демократии, снижение напряженности в мире, так сказать, наведение порядка и управляемости, но время как раз выбрано неспроста, потому что встреча двух лидеров, тут некуда тянуть, а будет ли еще встреча двух лидеров, до выборов, ведь никто не может гарантировать. Означает ли это, что на этой встрече будет так или иначе, если это предложение заинтересует Китай, решаться судьба России? А давайте еще тогда сюда один вопрос, это тоже, да, просто интересно. Вот как вам представляется, насколько сейчас вообще что-либо может быть решено за этот короткий период до выборов президента в Америке? Вот это тоже какой-то такой момент времени, да, вот он тоже ведь очень важен. может ли решаться на встрече с общественностью? Оно и может, а может и нет. Ведь торопиться некуда, и здесь важно понимать, что поддержка Китая, условно говоря, ставка на победу Байдена на предстоящих выборах, заинтересованность китайских элит в том, чтобы Байден остался на еще один срок, да мы вот это все, что мы обсуждали, могли бы сделать, она тоже во многом влияет на ход избирательной кампании, потому что политика Трампа, она уже всем достаточно понятна, Трамп занимает очень как бы простую и понятную позицию, ежели мы там не видим прямого интереса, мы просто бросаем все и откатываемся, закукливаемся на американских двух континентах и переждем, пусть они там друг друга переубивают, расслабят до предела, мы оправимся за это время и потом опять вернемся и установим какой порядок нам нужен, а сейчас нет смысла таскаться, панькаться и вот в эти сложные ваши договорные танцы с китайцами и так далее, с НАТО даже, да, там зачем нам это все, зачем нам этого Украина, зачем, что мы с этого получим, да, политика Байдена она заведомо понятна, и если Байдену, ой, политика Трампа, если Байдену удастся заинтересовать Китай выгодами от того, чтобы Байден и вся команда остались еще на один срок, то шансы Байдена сильно подрастают, опять же, об этом не принято говорить прямо, но даже интенсивность конфликтов на периферии, да, Китай может повлиять, Китай может повлиять на интенсивность конфликтов и на Ближнем Востоке, воздействуя на своего партнера Иран, который может воздействовать на Хезбалу и Хамас, Китай может подействовать на кремлевский режим, на своих вассалов кремлевских, которым просто отправят команду прекратить боевые действия на период, например, выборов в Украине или выборов в США, сымитировать некий мир, который Байден сможет подать американскому избирателю как результат эффективности команды. Здесь Китай может очень сильно помочь на этапе избирательной кампании, то есть безусловно. Поэтому это очень серьезная история и очень ценный приз, позиция Китая касательно того, на чьей стороне на самом деле интерес Китая будет лежать в схватке между демократами и республиканцами внутри. опять, я почему говорю, что невозможно войти в два раза в одну и ту же реку, потому что ситуация принципиально изменилась. И если в 1945 году в общем и целом демократия и управление демократии понятно было, каким образом строится, в первую очередь через контроль СМИ, и в этом смысле Америка и США являются безусловно лидерами и вообще авторами, породившими понятие общественное мнение, пиар, пропаганда, Эдвард Бернейс, Уолтер Липман, это люди, которые в общем создали ключевые понятия и создали в большинстве своем инструментарий управления демократическими обществами, демократическими государствами. потому что известна фраза Эдварда Бернейса о том, что общественное мнение это в общем-то то, что решили элиты, должно общество хотеть и думать. То мнение, которое нужно элитам, и они решили, что наше общество должно иметь вот такое мнение. Вот это и есть общественное мнение. Это слова корифеев, классиков, создателей вот той иллюзии демократии, конструкции, которую в общем-то США первопроходцы, пионеры в построении этого общества, но оно уже все не работает. Потому что одно дело, когда у вас контроль СМИ и когда журнал Тайм одной своей обложкой поворачивает общественное мнение в мировом масштабе так аж бегом может даже на 180 градусов и это работает. Вот просто иллюстрация свежая статья о Зеленском, которая вышла на обложке. Зеленский второй раз появился на обложке журнала Тайм. Первый раз. Гордый профиль героя, героя олимпийского полубога, который стал на защиту свободы, достоинства жизни вообще запада демократии. А сегодня мы видим обложка как сделана, обратите внимание. Можно статью не читать. Обложка транслирует вот прямо на подкорку публики то, что она должна думать. Что должна думать огромная обложка, там внизу маленький уходящий человечек. На его лице злость и обида. Вот. Я бы добавила, сзади него улыбающиеся люди. На обложке? Да, конечно. А где там улыбающиеся люди? Даже там, не, это очень здорово, это фотография, которая там, а, это же не обложка, это уже там внутри. А, внутри, внутри, да, конечно. Там обложка, вот, краска, да, там вот маленький уходящий, злой, обиженный человечек, который проигрался, видимо, ну, и обижен на нас, которые мы на него смотрим. Мы-то люди все хорошие, да, то есть это вот мастерство кодировки общества, да, на то, чтобы это общество имело вот такое мнение. И в такую реакцию на Зеленского, да, вот, даже можно не читать текст статьи, вот эти вещи в эпоху социальных сетей уже так не работают. Уже так не работают. И здесь вот этот сетевой разум моментально разобрал содержание смысла, да, там, многие вещи в тексте статьи про Зеленского достаточно справедливы, описаны. Описано в том контексте, что, ну, извините, но идея бездумно бежать на 3-4 линии оборонительных, да, рубежей, не имея снарядов, самолетов, артиллерии, танков, бездумно бежать, наступать, хоть там 500 метров в сутки, сказал Зеленский. Да, эта идея, в общем, на грани адекватности. И еще и получилось, ведь, смотрите, там же Саймон Шустер, он же, по-моему, и первую статью, кстати, автором был. Конечно, он же провел тут, я очень хорошо помню, как он провел тут несколько дней с командой президента, именно, наверное, поэтому ему так искренне рассказывала команда президента. Его впустили во внутреннюю кухню, его представили там всем и Шурмия, которого потом, его представили как своего, он же наш парень, он... Ну, наверное, наверное. А иначе откуда эта откровенность, которая ведь... Поразительная, кстати, откровенность, да, я вообще... Я знаю, что люди, сведущие, абсолютно точно понимают, что журналист не врет. Да, он дает свою такую оценочку, подсовывает, да, с генельцой, потому что невозможно, то есть, можно, прочитав статью, не зная украинских реалий, можно сделать вывод, что, в общем, вся украинская элита и военная, и политическая, и все руководство за то, чтобы срочно прекращать боевые действия, и начинать упрашивать Путина прекратить войну на каких-нибудь условиях. Да, вот на самом деле вот это общее смысловое передергивание. Конечно же, такого нет. И, конечно же, большинство украинской элиты прекрасно понимает, что переговоры с Путиным могут быть только об условиях капитуляции, которые этот Путин будет навязывать. но другое дело, что и сторонников бездумного бросания свежих, так сказать, сформированных бригад со стрелковым оружием, мелкими группами, на штурму крепрайонов и минных полей, это тоже, извините, крайность, ограничащая с безумием. И должна быть здравая адекватность и способность трезво оценить реальные возможности сегодняшние сборных сил Украины вести наступление. И если этих возможностей нет, то ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям или какой-то там отчаянию, да, и бросать подразделения на укрепрайоны. Не имеющие подразделения, не имеющие средств для штурма подобного рода укрепрайонов. Поэтому статейка, ну, такая, но опять же, да, в контексте того, что элиты США показали, ну, если не красную, то желтую карточку Владимиру Зеленскому после Вильнюса и в Вильнюсе. она совершенно очевидна. Это опять, да, вот, издержки демократии. В условиях демократии мы должны понимать, что внутри, внутри, внутри украинской политики играют всегда ключевые внешние центры. Всегда будут внешние силы пытаться играть на внутренней политике. Кстати, тот же Блинкин в своем выступлении в СИАЭС, тот же Селеван никак не скрывает. Они же прямо там говорят, мы, конечно, будем поддерживать западный мир наш, вот, все демократии, права человека, институции, но ежели нам надо для реализации наших вот этих всех благих целей работать с подонками, то мы, конечно, будем работать с подонками. И, внимание, прямым текстом Селеван Блинкин сказал, и Селеван повторил в своем тексте, а если нужно, мы не будем себя ограничивать работой с посредством высшим политическим руководством той или иной страны, мы будем работать и с местными органами самоуправления, и с гражданскими активистами, и с молодыми политиками, и кем надо, короче, там в этой стране, то есть, что это, как не прямое декларирование права вмешаться внутрь внутренней политики для достижения собственных интересов, да, то есть, надо понимать, что, да, вот в демократии Зеленский, который отказался исполнять то, что от него требуют американский элит, стал для них крайне неудобен, и его ошибочная стратегия с размаху всех нагнуть и заставить принять Украину в НАТО в Вильнюсе обернулась консолидацией политических элит Запада, и выставлением ему, если не желтой, ну не красной, то точно желтой карточки, требования давай выбор, давай выбор, причем об этом же сказали, и европейские элиты, и американские, и понятно, что выборы им нужны не для того, чтобы показать какую-то там общественному мнению США, что Украина это демократия, конечно же, нет, им нужно разрушить монополию власти Зеленского в Украине, либо для того, чтобы ослабить его позиции, сделать более заговорчивым, либо для того, чтобы в пределе найти замену человека, который заведомо согласен будет подписать все то, что требуется США. как было сделано с Порошенко, который был заведен президентом Украины, по согласованию американских правящих лиц с путинскими, кремлевскими, без сомнения, мы помним, как тщательно Путин соблюдал тишину на фронте, давая возможность Порошенко избраться, и Порошенко заходил точно, зная, что он будет подписывать абхазский сценарий, потому что я уже об этом говорил, в первый день после своей инаугурации став президентом Украины, он обратился к главе ОБСЕ письменно с просьбой прислать спецпредставителя Хайдита Левини в Украину. В первый день человек занимается этим в воюющей стране. Зачем тебе это, Хайдита Левини в Украине? Зачем тебе спецпредставитель? Все уже было расписано, Порошенко заводился на позицию президента Украины для реализации сценария и подписания всего, чего нужно. Не хочет Зеленский подписывать, но мы заведем кого-нибудь другого, вряд ли это будет Петр Алексеевич. Ну, битая карта слишком уж запятнана и клейма не где ставить, но мы же будем работать и с молодыми политиками, и с местным самоправедованием. Найдем, проведем кастинг, не беда. Ну, Владислав, тут я хотела бы, вот мы посмотрели на эту статью с этой точки зрения, и это важно, потому что статья действительно при всем, мы можем по-разному критиковать власть, но она, честно говоря, возмущает. Но тут у меня другой вопрос. Давайте еще с другой стороны посмотрим. возмущение порождают в том числе. Ну, вот, да, есть такое ощущение. Очень ярко описание. Как бы не ошибался Зеленский, каких бы он там, как это, в штангу ударов не совершал, но вот так изображает президента Украины, извините. Ну, тут же еще в чем вопрос, да, интересно ведь, эта статья фактически делает очень интересный посыл. Как мне представляется, она снова возвращает прочтение вот этой большой войны между Россией и Украиной, возвращает вот в вот в это узкое понимание, что это война между Россией и Украиной. То есть, как бы вот бесконечно говорится про ошибки, про счеты и только вот Украина, украинской власти и так далее. Это, конечно, очень хорошо, а на фоне чего все это происходит так и не указано, да, и вот эта фраза вы очень четко описывали, вот как выглядит обложка, а я еще от себя добавлю, что никто вот выделено самым крупными буквами никто не верит. Так они и не верили, так и вы и никогда не верили, да, то есть это как бы с одной стороны это наши эмоции, с другой стороны стоит вопрос в другом, что сейчас, очевидно, президент должен принять какие-то резкие, важные решения для страны, начиная от отправки послов в те страны, где их нет, наверное, переходить уже от эмоциональной работы к какой-то очень рутинной работе, ну, потому что даже те же республиканцы, если посмотреть, что там происходит, спикер нижней палаты говорит, отдельно голосуем, да, а лидер большинства в Сенате говорит, нет, надо же поддержать Украину, голосуем вместе Украину-Израиль, так что происходит, то есть возникает такое ощущение, что пришло время каких-то других для украинцев, ну, не знаю, анализа своих действий, анализа ошибок и выхода на другой уровень, то есть перейти из разряда хороший парень к разряду серьезный разговор, вот мне кажется тут, ну, вот то, что было позволено, мне кажется, оно было позволено, потому что было такое ощущение, что Владимир Зеленский хороший парень, но хороший парень это может быть для них, а для нас он президент, и чтобы там не происходило, как бы мы можем его ругать, но извините, вот так вот, как бы, ну, тоже мы не не хотели бы это позволять, извините за долгий эмоциональный вопрос, он несколько сумбурный, но мне кажется, что тут надо еще и какие-то серьезные решения принимать, мало тут эмоций, это все, на это же расчет, расчет же на эмоции, ну, правильно же? Да, безусловно, вот, управление общественным мнением, в первую очередь, через нажатие на тренированные кнопочки, с целью вызвать эмоции, которые возьмут под управление нас, не дав включить мозги, классика, да, то есть, либо вы, держите себя в узде, и ваши мозги работают, рациональная составляющая личности, либо она выключается с щелчком показом картинок двигающихся или текстов, или текстов, да, вот этот вот третий слой статьи, он на самом деле абсолютно неудивителен после Вильнюса, вот, все продолжается, ощущение, что США, администрация Байдена уже приняла решение, слава Богу, что мы не побежали на Азов, да, вот, вот это вот то, чего от нас странно ждали, и подтрунивали, мы помним, да, вот открытую, там, западная, американская пресса, СМИ, некоторая политика, открыто подтрунивали, потролливали, да, провоцируя, да, что ж вы за слабаки, мы же вам на 98% всего, что вы хотели, дали, что вы не можете пойти и взять этот, Бердянск, где же это перерезание сухопутного, да, да, ну, как это, да, какие вам самолеты, вот уже, у вас целых 150 Брэдли, да, вот это же звучало, и слава Богу, да, здесь работал коллективный разум, по сути, военного руководства Збройных сил, и, наверное, во многом, лично заложного, что мы не поддались на эти эмоции и не побежали, это многих расстроило, это, кстати, тоже чувствуется, расстроило за океаном, но, по плану подписания перемирия, и вот это вот план, который согласован между американскими и кремлевскими элитами, путинскими, он сквозит и в этой статье, потому что, действительно, вот, подано так, что осталось убрать, вот этого слегка перегревшегося президента Украины Зеленского, ну, хороший был парень, но перегрелся, стал злобный тролль, который требует крови, осталось его убрать, и будет все хорошо, ведь это же тоже такой третий смысловой посыл, да, этой статьи, никуда не делся, да, вот, оно, оно вот так, и к этому нужно быть готовым, что, да, Америка будет пытаться играть свою игру, для того, чтобы поставить нужных им людей, ну, как минимум, администрация Барнина, на те позиции в Украине, которые им нужны для того, чтобы подписать то, о чем они договорились с Путиным, да, вот, нужно это понимать, что это стандартная практика, к сожалению, современная демократия, но, давайте, чуть-чуть шире, опять, я вот, в прошлый раз говорил, и сейчас говорю, ничего у них не получится, вот это тут уже, ведь, смотрите, симптом американские элиты и администрация Байдена не смогли придумать ничего нового, кроме как вернуться и зайти опять в эпоху Второй Холодной войны, это в каком-то смысле, ну, творческая импотенция, да, если так можно сказать, нельзя их тоже переоценивать, да, обленились, расслабились, эпоха после Холодной войны создала у них же, у элит американских, иллюзию, что, то теперь-то они одним пальцем будут этим миром вращать, как им захочется, а их эти постоянные переговоры, изговор за спиной с Путиным тоже, в общем, будет сходить с рук, ну, почему нет, да, и вот это вот все, ну, сделало их достаточно слабыми, не надо переживать, что у них это вот, все, что они задумывают, вот, прямо так они могут реализовать, не могут, более того, Украина обязана начинать готовиться сейчас к тому, что она останется в этой войне без помощи США, либо ввиду победы Трампа на выборах, например, это же нельзя исключить, либо ввиду того, что администрация Байдена захочет уж совсем быстро-быстро создать серьезный кризис в Украине, который приведет к мгновенному катапультированию Зеленского с улицы Банковой с четвертого этажа, да, ну, вот вдруг им припечет, все готово, осталось только кризис и будет, например, заблокирована нижняя палата, бюджет, помощи нет, финансовый кризис, военный кризис, катастрофа на отдельных частях фронта, и статьи, статьи будут показывать, что это все всего лишь из-за этого Зеленского. Поэтому могут быть разные истории, в результате которых Украина окажется на какое-то время без финансовой и военной помощи США. Не надо этого бояться, нужно к этому готовиться. Вот опять, как было с подготовкой к вторжению России в 22-м году. Да, это в голову не укладывалось, но бояться этого ни в коем случае нельзя было. Нужно было готовиться. Да, мы не верим. Да, это безумие с точки зрения здравого смысла. Да, ну, не могут же они взять вот так вот и в открытую российские войска начинают наступать одновременно со всех направлений в открытую, заехав в Киев. Ну, не могут же они, да, эмоционально. но даже в самый противный сценарий, в который сложно эмоционально поверить, в его возможность, к этому нужно готовиться. На это вы, извините, вы получили полномочия власти, народные депутаты, президента, это ваша работа, готовить страну к тому, что она может оказаться без помощи США. и это отнюдь не плохой сценарий для Украины, потому что ведь без помощи США окажется и вся Европа. Вся Европа, которая и эпоху до холодной войны, холодной войны, и эпоху после холодной войны усиленно полагалась на то, что им-то уж себя защищать никогда больше не придет. От кого, собственно говоря? Мы тут все друзья, строим газопроводы с Путиным, ну в общем, не от Китая, с которым мы тоже дружим, от кого защищать. И вот сейчас, оставшись без США, испуганная да и код и Европа, особенно наши ближайшие партнеры Польши, тоже с которой портить отношения, ну это скорее там опять надо смотреть. Очень похоже на внутреннюю диверсию работу агентуры, да, врага, которая до сих пор кстати есть. То есть в этом смысле просто надо готовить страну к тому, что это может произойти. Да, Америка может в силу тех или иных внутренних событий, в силу тех или иных мотивов, на какое-то время перестать финансово, военно помогать. Мы должны быть готовы воевать в такой ситуации. И страну нужно готовить. И то, о чем мы с вами говорили, да, нужно у Зеленского сейчас прекрасная возможность сорвать опять мировые овации, как мирового лидера свободного мира. Для этого ему нужно провести вот такие же смелые внутриукраинские реформы, которые как бы под его началом были совершены на поле боя в 22-м году. У Зеленского это прямо вот в его руках, да, вот прямо под ногами валяется вот все это как это место для подвига. Для подвига, когда он может запустить конституционный процесс и порождение новой Конституции Украины, где будет реальная децентрализация, где громады будут иметь право выбирать не только своих депутатов, но и извините судью, извините шерифа, да, не ставлю никаких киевских вот этих вот прокуроров, судей и ДБРовцев, которые на пару миллионов свадьбы гуляют на глазах всей страны, да, то есть а людей, которые живут в громаде, которые будут бороться за права, за голоса избирателей, вот это нужно сделать, да, придется посадить пару-тройку своих друзей, придется, ну, такова роль, придется, извините, отдать контроль над Урином, Зеленским, это не его по Конституции, или тогда написать ту Конституцию, где он тогда является премьер-министром, как в Америке, А ведь это Медведчуковско-путинско-кучмовского разлива Конституция, в которой мы живем, она же порождает весь тот трэш и делает нежизнеспособную страну в нормальном режиме, и это Зеленский может сделать, и здесь у него более чем широкое поле для подвигов и ну, оваций мировой публики, а зачистка окружения от агентуры, ведь история с Кулиничами и гентурной сетью Силковича, она же никуда не делась, ничего не зачищено, Баканов даже не допрошен, даже в качестве свидетеля, это извините, что? Это мягко говоря плевок всему, не только украинскому народу, но и всем гражданам свободного мира Запада, которые искренне болеют, помогают, донатят, делают все возможное и узнавая такие вещи, у них опускаются руки. Да, Людмила, извините, может быть, слишком эмоционально. Наоборот, вообще не эмоционально. Я просто хотела у вас спросить, у нас просто уже, к сожалению, закончилось время, мы продолжим традиционно, сделаем вторую часть или вот на этом пока завершим интервью, как бы вам хотелось, если у вас есть еще идеи, можем в следующий раз продолжить наш разговор. Как вам удобно? Здесь на самом деле разговор о том, что нужно делать внутри, мы только начали, потому что вот в этом всем внешнем контексте, нам его не надо понимать, если мы здесь внутри ничего не собрались делать. Тогда я предлагаю перенести разговор и сделать вторую часть, если вы не против, в удобное для вас время, и мы тогда как бы подхватимся и продолжим эту тему, правда ведь? Давайте не будем атакомкать, недалеко откладывая, просто отдельно посвятим внутренним задачам, которые точно перед страной. Владислав Ленченко был сегодня с нами на связи, за что мы Владислав вам очень признательны. Спасибо большое. Спасибо. И конечно признатель вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Спасибо.